Всем привет! Сегодня у нас посылочка из Китаюшки. Это мой новенький приборчик, лабораторничек, который я очень долго хотел себе приобрести. Смотрел на более дешевые варианты, но потом так подумал-подумал, современное значит современное, а старое значит старое неинтересное и удовольствие при каких-то своих действиях может не достать. Поэтому я решил приобрести себе новое, современное, то что появилось ну не так давно на нашем рынке. Давайте с вами вместе заценим мою новую посылочку, мое новое приобретение. Итак, момент истины. Что нас тут встречает? Мануальчик DPS Series DC Power сапля. Вытаскиваем его аккуратненько. У нас здесь с вами сетевой шнурочек, обычный, как на компьютере используются. И крокодильчики. 300 ватт, 300 ватт. Легенький, с вентилятором. Сразу проверяем, что здесь у нас на 230 вольт. Здесь у нас с вами еще установлен предохранитель. Выключение кнопки я здесь не наблюдаю. Она у нас есть на передней панели. Так вот предположу, что здесь лицевая у нас пленочка есть с вами наклеена. Поэтому вот эти вот царапинки не так уж страшненько. Все вроде бы красиво, ровненько. И вот там даже видна плата. Пахнет он, конечно, специфически. Как будто его в соляной кислоте отмывали. Конденсаторы здесь, в принципе, через решеточку все просматривается. Если что-то вздуваться будет вдруг, здесь вы сразу сможете все это дело обсмотреть. Передняя панель у нас имеет индикатор напряжения, тока и мощности. Также у нас есть с вами Quick Charge. Для того, чтобы можно было тестировать или ремонтировать, например, сотовые телефоны с питанием непосредственно от этого устройства. Есть плавная регулировка, грубая регулировка тока и напряжения. Здесь у нас есть земля. Здесь у нас есть минус. Здесь у нас есть плюс. И достаточно такого, знаете, качества из дедовской техники, если брать, там вот если пластик здесь был потолще, где-то примерно такого же состояния было бы. Первое включение. Ох, какой дисплей, прям хорошо так видно. Режим работы у нас. Давайте посмотрим Quick Charge. Зарядка пошла. И максимально выкручиваем 61,5. Почти. То есть он 60-ти вольтовый, 5-ти амперный. Итак, сейчас давайте я посмотрю, продемонстрирую, для чего я его взял. Выставляем все значения в ноль. Ток выставляем в ноль. И поднимаем до напряжения 3,4 вольта. Нормально, 3,4 вольта. Так, берем... Так, подключаем наши крокодилы. Да, крокодилы здесь не айс, а проволоки выглядывают. То есть это, по идее, поджать бы, пооткусывать бы лишненького. Ну да ладно. Это для меня, в принципе, сейчас не принципиально. Красный подключаем к плюсику. Черный у нас это минус, подключаем к минусу. Так, начинаем регулировать ток. Ток я повысил максимально, но у нас с вами он по мощности не растет, видите? Потому что у нас предел выставлен по напряжению. Вот, 3,6 вольт. Почти 3,6. И ток у нас почти максимальный с вами. Как видим, он уходит в защиту, когда мы с вами перевалим напряжение 3,6. Как видим, все прекрасно работает и заряжается. То есть, для чего я его приобрел? Я его взял для того, чтобы ремонтировать технику, чтобы напряжение его было достаточно велико, то есть до 60 вольт, и заряжать сборки. Как литиевых батарей на 48 вольт, с напряжением, если вы тут посмотрите, 54,6 вольта. Так и лифера разного форм-фактора. До напряжения 60 вольт. То есть, я могу батареи заряжать теперь. Для того, чтобы экспериментировать, показывать вам видеоматериалы по литиевым аккумуляторам, для того, чтобы заряжать и ремонтировать какую-то электронику, технику, те же самые инверторы испытывать, мне необходим был источник постоянного тока с достаточно широким диапазоном напряжения и возможностью регулировки тока. Хорошим дополнением стала как быстрая зарядка, так и возможность отображения мощности. В принципе, это весьма неплохо. В общем, поэтому я и рассматривал подобный приборчик. Зарядное устройство, например, для лития, на ток 5 ампер стоит примерно около 5000-4000 рублей. Ну, согласитесь, да, лучше купить одно универсальное, чем одно предназначенное для чего-то конкретно. Здесь я могу тоже выставить и 54,6 вольта, и 55, и 56 вольт, и 48 вольт, и заряжать на 36 вольт батареи, на 24 вольта и тестировать побаночно, да. Но, а там я этого сделать не могу. Там именно специализированное устройство зарядное. То есть весьма неплохо. То есть и для тестов экспериментов вот такое современное устройство, именно источник лабораторный блок питания я себе приобрел. Я хотел, конечно, взять что-то постарее, но оно старее. Поэтому я взял новое. Ценник я точно не помню. В районе 5000. Вроде бы даже чуть побольше 5000. У нас подобные вещи можно было приобрести за пятерку на авито, но он старого образца, там нет Quick Charge. Там обычный USB, если не ошибаюсь. У современных есть Quick Charge. То есть можно заряжать и гаджеты, и... То есть поставил заряжаться телефон, и проделываешь свои какие-то эксперименты или тесты. Либо занимаешься ремонтом телефона. Но я ремонтом телефонов, планшетов и так далее не занимаюсь. Поэтому для меня только чисто как зарядка. Вот и все. На этом я говорю пока. До новых встреч. Вот такой вот лабораторничек, который мне в будущем очень сильно пригодится. Я себе приобрел. Ссылка будет под видео. Наблюдение и как он работает, соответственно. Я опишу и добавлю в будущем, если я найду недостатки, либо какие-то плюшки его. По поводу защиты. Они у него присутствуют. Как вы видите, защита есть по току и по напряжению. Мне и в принципе этого достаточно. Вот как-то так. На этом я говорю пока. До новых встреч. Лишь! Субтитры сделал DimaTorzok